Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоров на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль на вторичном российском рынке, крайне популярный. В том числе, кстати, и в службах такси. На эту машину вы наверняка будете обращать внимание, если ваша задача – купить себе незатратный, экономичный и неприхотливый в эксплуатации автомобиль. Сегодня мы вкратце пробежимся по тем моментам, про которые нужно быть в курсе, если вы будете смотреть эту модель себе. Встречайте, Volkswagen Polo, седан. Volkswagen Polo, седан дебютировал в 2010 году. Эта модель была снята с производства только недавно. И на российский рынок эти автомобили поставлялись только с бензиновыми двигателями. Объемом 1,6 литра в атмосферном варианте, мощностью 85 и 105 лошадиных сил, и на рестайлинговых машинах 90 либо 110 лошадиных сил. Также здесь под капотом бывал довольно нераспространенный на вторичке мотор объемом 1,4 литра, оснащенный турбонаддулом на 125 лошадей. Коробок передач на Polo для российского рынка могло устанавливаться аж четыре вида – две механики, классический гидромеханический автомат и роботизированная семиступенчатая DSG. Ну а привод только передний. Наш сегодняшний экземпляр 2011 года выпуска с атмосферным мотором объемом 1,6 литра, как раз на 105 лошадиных сил. Коробка передач – автомат. По традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля, толщине и качестве покраски и о том, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается покраски, у Volkswagen Polo слой толщины ЛКП довольно стандартный для всех легковых автомобилей – от 100 до 150 микрон. Но вот в том, что касается ржавчины, Volkswagen Polo держится молодцом, если говорить про оригинальные кузовные детали. Даже на возрастных машинах очаги коррозии зачастую можно встретить разве что на днище. Лакокрасочное покрытие при этом достаточно нежное и достаточно быстро обрастает скулами и царапинами. Особенно это касается таких традиционных зон сколообразования, как кромка капота и передний край крыши. Что касается каких-либо характерных дефектов покраски на Volkswagen Polo, то здесь отметить, пожалуй, что и нечего, кроме страдающего от пескоструя все того же переднего козырька над лобовым стеклом, а также зоны на передних крыльях, в месте, где они граничат с передней дверью и порогом. Однако отслоение ЛКП на этих местах попадается далеко не на всех автомобилях. Также на дорестайлинговых автомобилях первых партий периодически нет-нет попадалась закисающая и клинищая трапеция дворников. А и также на дорестайлинговых машинах довольно слабые личинки замка. Если автомобиль не оборудован системой дистанционного открывания дверей, то, соответственно, при активном пользовании личинкой замка она рано или поздно разбалтывается. То же самое касается и личинки багажника, но там проблема другая. Как правило, от долгого неиспользования замок закисает. На дорестайлинговых машинах личинка осталась только на водительской двери, и вторая часть проблемы устранилась сама собой. А вот что следует иметь в виду, если вы эксплуатируете как дорестайлинговый, так и рестайлинговый поло, так это то, что рамка телевизора, которая держит радиаторы охлаждения, например, в передней части автомобиля, у этой машины выполнена из пластика. Поэтому у водителей, которые привыкли парковаться в замерзшие сугробы, либо к высокому бордюру до характерного хруста, появляется довольно-таки реальный шанс сначала сломать рамку телевизора, а затем в особо запущенных случаях и потерять где-нибудь радиатор охлаждения. Так что парковаться на этом автомобиле следует с умом, а в контактной борьбе на проезжей части постараться не участвовать. Теперь поговорим про силовые установки Volkswagen Polo Sedan. На российский рынок эти машины могли оснащаться только бензиновыми двигателями. Про турбовый мотор объемом 1,4 литра мы говорить, пожалуй, не будем. Он появился на этих машинах в 2016 году и носит маркировку CZCA, имеет мощность 125 лошадиных сил, и по большому счету он оказался намного надежнее, чем ваговский предыдущий вариант мотора CAX на 1,4 литра и 122 лошадиные силы. Но таких машин на вторичном рынке капля в море. Большая часть автомобилей оснащены атмосферными моторами. И здесь все будет зависеть от того, смотрите вы автомобиль до 2015 года выпуска, либо уже рестайлинговую модель. Потому что моторы 1,6 атма на дорестайлинге и рестайлинге стоят абсолютно разные. В нашем случае под капотом Polo расположился двигатель маркировкой CFNA. Это алюминиевая рядная четверка. Двигатель очень простой по конструкции, здесь нет даже фазовращателей. Из особенностей привод ГРМ на этих моторах цепной. Цепь выхаживает порядка 200 тысяч километров, а потом может потребовать замены. Также стоит отметить, что эти моторы оснащены гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. И хотя эти гидрокомпенсаторы уже после 30 тысяч пробега могут начать подстукивать на холодную, однако поводом менять их это не является. И они продолжают исправно работать практически весь срок службы двигателя. Из особенностей двигателей CFNA стоит отметить следующее. Эти моторы крайне шумно работают. Особенно это проявляется при запуске на холодную. Уже после 50-60 тысяч километров пробега при запуске CFNA можно услышать характерный стук. И стук этот связан ни с чем иным, как с поршневой группой. Поршни этого мотора начинают стучать при перекладке на холодную. Если вы заглянете эндоскопом в двигатель подобного автомобиля с пробегом за 100 тысяч километров, вы почти наверняка увидите в зоне перекладки поршня характерные следы. Однако в задиры эти вещи не перерастают и на ресурсе подобного мотора никак не сказываются. Поэтому если на поло, которое вы смотрите, на прогретом моторе никаких посторонних шумов не наблюдается, такую машину можно смело брать. С этой проблемой компания Volkswagen пыталась бороться в 2013 году, выпустив ревизионную поршневую. И некоторые владельцы Volkswagen действительно меняли поршневую по гарантии. Но это помогает ненадолго. Спустя какое-то время и какие-то тысячи километров пробега проблема возвращается вновь. Ну, как проблема? Шумовой аккомпанемент. Также к особенностям этого двигателя можно отнести и то, что помпа и приводной ремень на этих моторах фактически приравниваются к расходным материалам. Где-то после 60 тысяч пробега эти вещи лучше менять и менять парой. На данных двигателях производитель в качестве выпускного коллектора применяет так называемый кат-коллектор, то есть совмещенный с катализатором. И на некоторых автомобилях, особенно из первых партий, наблюдалось растрескивание выпускного коллектора в районе соединения канала второго и третьего цилиндров. В этом случае большинство владельцев предпочитало поставить сюда дубликатную запчасть уже без каталитического нейтрализатора. И хотя эти действия не слишком полезны, скажем, для экологии, но проблему они решают. И такая деталь-заменитель стоит дешевле, чем оригинальный выпускной коллектор. И еще пара моментов, которые иначе как мелочами уже не назовешь. На некоторых полах, особенно это касается машин до 2011 года выпуска, при запуске двигателя могла наблюдаться повышенная вибрация. Виной тому была левая опора ДВС. Однако со временем, судя по всему, компания либо сменила поставщика запчастей, либо как-то доработала эту самую опору. Но на современных Вольксвагенах эти вещи практически не встречаются. Второй момент связан с гофрой приемной трубы. Она прогорает и в этом случае автомобиль начинает спортивно рычать. В этом случае гофру остается только заменить на новую. В остальном, при должном обслуживании двигатель CFNA это весьма надежный, ресурсный и простой по конструкции агрегат. При регулярной замене масла, желательно раз в 7-8 тысяч километров, а не в заводские 15, этот мотор будет ходить очень и очень долго. Если же вы смотрите рестайлинговый поло-седан с 2015 года, то под капотом такой машины будет стоять уже другой двигатель. Его маркировка CWVA. Это также рядная четверка объемом 1,6 литра, но существенно отличающаяся от старого мотора по конструкции. У CWVA развернутая на 180 градусов головка блока цилиндров. Соответственно, впускной коллектор у нас получается с передней части машины, а выпуск сзади. При этом у CWVA выпускной коллектор встроен в саму головку блока цилиндров. Эти двигатели очень быстро прогреваются и быстро выходят на рабочую температуру. CWVA уже оснащен фазовращателями, а привод ГРМ на нем ременный, а не цепной. Соответственно, моторы работают намного тише изначально. На первых партиях машин с такими двигателями эти моторы до обкатки могли потреблять масло. Расход масла мог доходить до литра на 10 тысяч километров пробега. Конкретной статистики по этим машинам нет, но так или иначе, приобретая автомобиль с подобным мотором, нужно быть готовым к тому, что определенный расход масла у вас может присутствовать. Это особенность мотора, бороться с которой уже бесполезно. Новый двигатель на поло получился как минимум не хуже по ресурсу, чем предыдущий вариант. Однако, следует иметь в виду, что, например, вместо обычного водяного насоса, здесь стоит узел помпа, совмещенная с термостатом. И меняется он, как правило, в сборе. Правда, если вы обнаружили подтеки антифриза по этому узлу помпы термостата, не спешите менять его сразу на новый. Вполне возможно, можно отделаться с заменой уплотнительной прокладки. Ресурс обновленного двигателя также получился весьма и весьма солидным по сегодняшним меркам. Свыше 400 тысяч километров эти моторы выхаживают при условии регулярного обслуживания. И многочисленные поло из служб такси тому подтверждение. С двигателями разобрались. Оба атмосферных мотора на Volkswagen Polo это надежные, хорошие агрегаты. Теперь про коробки. Как было сказано во вступлении, на этот автомобиль могло устанавливаться 4 типа коробок передач. 2 механики на 5,6 ступеней, 6-ступенчатый автомат и 7-ступенчатая DSG. Так вот, 6-ступенчатая механика, которой нет никаких вопросов, встречается крайне редко. И только на версиях с мотором 1,4 Turbo. То же самое относится и DSG, 7-ступенчатый при селективной коробке маркировкой DQ200, которая к моменту, когда попала на эту машину, по большому счету излечилась от детских болезней. Но агрегатировалась она также с турбомотором, машин таких мало, и вряд ли вы будете серьезно рассматривать к покупке подобный вариант. Так что нам остается поговорить только про 5-ступенчатую механику и про обычный 6-ступный автомат фирмы Aisin, который как раз и стоит на нашем экземпляре. Что касается механической коробки, претензий к ее внутреннему содержанию нет никаких. Проблем с подшипниками, воем, хрустом и так далее на этой коробке не встречается. Проблемы связаны в основном с механизмом переключения. К пробегу за 150 тысяч километров кулиса откровенно разбалтывается. В этом могут быть повинны как тросы механизма выбора передач, так и, собственно, пластиковый рычаг на корпусе коробки. А в случае с рычагом симптомы следующие. Передачи включаются с большим усилием. Причем, как говорится, верхние и нижние ряды отдельно. То есть, либо первая, третья, пятая передачи у вас включаются идеально легко, а вторая и четвертая включаются очень туго, либо наоборот, вторая и четвертая залетают со свистом, но первая, третья и пятая начинают включаться с трудом. В этом случае необходимо обслужить механизм переключения и эксплуатировать автомобиль далее. Также стоит отметить, что у пола не все, скажем так, в порядке с информативностью педали сцепления. Поэтому некоторые водители приканчивают, собственно, саму сцепление, диск, корзину за пробеги в районе 60-80 тысяч километров. Однако здесь все очень субъективно. Замена этих компонентов на пола стоит недорого. Так что ничего особо страшного в этом нет. Что касается японского шестиступенчатого гидромеханического автомата фирмы Aisin, у него с ресурсом все, в принципе, в порядке. Если к этому автомобилю относиться с должным уважением и регулярно обслуживать эту коробку, она способна выходить за 200-250 тысяч километров пробега. Основные проблемы по этой коробке связаны с тем, что она боится перегрева и масляного голодания. То есть в случае, если через сальники коробки открывается течь и уровень масла падает ниже критического, скорее всего, этот автомат уедет прямиком в ремонт. Также стоит отметить, что автомат на пола имеет одну особенность. Блокировка гидротрансформатора на этих коробках срабатывает достаточно часто. Соответственно, накладки блокировки изнашиваются и эти продукты износа попадают в масло. Поэтому замена масла с фильтром рекомендована каждые 40-45 тысяч километров, что позволит значительно продлить жизнь вашей автоматической трансмиссии. Ну а теперь поговорим про ходовую часть Volkswagen Polo. Подвеска у Polo также образец простоты, как и вся эта машина по большому счету. Спереди здесь обычный Макферсон, а сзади балка. Ресурс компонентов подвески на этой машине по легковым меркам самый обычный. 100 тысяч километров на этой машине выхаживают передние и задние амортизаторы, которые после этого попросятся на замену. Причем, чаще прочего, они просто теряют эффективность, но при этом еще не текут. Так что, если машина вдруг начала раскачивать и пропала была устойчивость, готовьте деньги на замену амортизационных стоек. Задние сайлентблоки передних рычагов также служат около 100 тысяч километров по пробегу. Чуть позже этого срока подъедут на замену и нижние шаровые опоры. При этом можно поменять как весь рычаг в сборе на оригинальный, который стоит не так уж и дорого, так и посмотреть варианты замены на дубликатные запчасти, в том числе и применительно к шаровым опорам. Если вы покупаете Volkswagen Polo с пробегом за 100-150 тысяч километров, то обязательно проконтролируйте целостность пыльников шрусов. В случае, если пыльники еще целые, также рекомендуется на всякий пожарный сделать небольшое ТО. Загнать машину, заменить пыльники и набить в них новой смазки. Это значительно продлит ресурс самим приводам. Кстати, в случае, если на скорости у вас появилась вибрация и балансировка колес вам не помогла, то есть проблема именно в приводе менять привода на этих автомобилях лучше все-таки на оригинальные детали, поскольку бытует мнение, что заменители особо долго не ходят. Рулевая рейка на Volkswagen Polo имеет одну особенность. Заводская втулка в рейке пластиковая и на относительно небольших пробегах она может начать подстукивать. Особенно это проявляется при езде по гребенке. В этом случае втулку можно заменить на неоригинальную, которая перестанет стучать и ходить может даже дольше. В остальном каких-либо проблем по рулевому управлению у Polo нету. Даже ресурс рулевых тяг и наконечников здесь довольно-таки солидный. Те же самые 100 тысяч километров плюс. Единственное, что выбивается из общей картины, это передние стойки стабилизатора. Вот их ресурс, к сожалению, достаточно маленький. Раз в 30 тысяч километров эти детали придется менять. Однако стоят они копейки и менять их не так дорого. Кроме того, стоит отметить, что на Volkswagen Polo иногда в морозную погоду можно слышать скрип втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При этом извлеченные втулки, как правило, следов износа не имеют. С этой особенностью, скорее всего, просто придется смириться. Что касается задней подвески Volkswagen Polo, как уже было упомянуто, здесь балка, схема примитивнейшая. Ломаться здесь, по большому счету, просто нечему. Имейте в виду, что задние ступичные подшипники на этих автомобилях идут в сборе со ступицей и меняются, соответственно, тоже в сборе. А кроме того, задние тормоза у Volkswagen Polo барабанные. Поэтому для их исправной работы раз в сезон возьмите за правило обслуживать механизм. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Volkswagen Polo Sedan? На самом деле, это действительно простой и надежный автомобиль, причем довольно недорогой в содержании. Поэтому, если вы ищете для себя машину с маленьким расходом топлива на автомате для передвижения по городу, каждый день, который не будет вас подводить и тянуть много денег на ремонты, Volkswagen Polo Sedan – это именно тот самый автомобиль, на котором стоит заострить внимание при выборе вариантов. Единственное, от чего следует предостеречь, это от покупки серьезно ударенных автомобилей, поскольку в этом случае про былую коррозионную стойкость кузова, в принципе, можно и забыть. Так что при выборе своего поддержанного экземпляра Volkswagen Polo советуем держать глаза широко открытыми и смотреть автомобиль внимательно. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в дальнейшем. Также, если у вас есть или был Volkswagen Polo Sedan, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, а может быть даже и в чем нас поправить, также указывайте в комментариях. Людям, которые смотрят подобный автомобиль для себя, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.